Кредит Суис ожидает роста цен на нефть до 50 долларов за баррель. Доля Саудовской Аравии на ключевых рынках нефти резко снизилась. Члены правления ФРС, принимая решения по процентной ставке, будут оценивать риски в мировой экономике. А теперь подробности. Кредит Суис ожидает роста цен на нефть к 1 мая текущего года до 50 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты швейцарского банка полагают, что в 2016 году на мировом рынке нефти будет наблюдаться рост спроса. Этому будет способствовать восстановление экономики в странах Северной Америки и странах Европы. Согласно последним отчетным данным, рост спроса на нефть уже происходит в США, Бразилии, Китае, Индии и Южной Корее. Снижение цен на нефть, произошедшее некоторое время назад, объясняется такими факторами, как теплая погода, падение активности, а также замедление темпов роста экономики в странах развивающегося рынка. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Вдвое больше компаний США в отчетах по итогам 2015 года сообщили о рисках, которые связаны с повышением налоговой нагрузки. Они предупреждают акционеров о возможном сокращении прибыли и заусилившейся борьбы с уклонением от уплаты налогов, пишет Financial Times. По данным издания, из 136 таких компаний 20% относятся к высокотехнологичному сектору. На фоне мер, предпринимаемых правительствами многих стран, чтобы перекрыть возможность ухода от уплаты налогов, структуры, позволявшие ранее максимизировать доходы, для многих компаний становятся причиной лишних трудностей и затрат. Согласно данным Организации экономического развития и сотрудничества из-за различных схем, в том числе связанных с проводкой прибыли через офшоры, государство теряет до 240 миллиардов долларов налогов. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США с учетом сезонных колебаний вырос в феврале на 3,5% и составил 109,1 пункта, что стало самым высоким значением индекса за последние 7 месяцев. Об этом сообщила Национальная ассоциация риелторов NAR. Эксперты прогнозировали рост сделок на 1%. Значение индекса в 100 пунктов указывает на сбалансированный рынок. Главный экономист Лоуренс Юн сказал, что после некоторой волатильности этой зимой последние данные обнадеживают. В прошлом месяце приличное количество покупателей подписало контракты, что было связано с изменением ставок по ипотечным кредитам, которые опустились до самого низкого уровня почти за год, а также с сезонным всплеском запасов жилья для продажи. Тема президентских выборов США все чаще переплетается с финансовыми прогнозами. С коротким прогнозом относительно влияния выборов вице-президент Ассоциации региональных банков России, председатель наблюдательного совета компании MaxiMarkets Янарт. Для любого трейдера, который предполагает в этом году активно работать на валютных и, прежде всего, на фондовом рынке, следует иметь в виду, включился мощный фактор – предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Я думаю, что в связи с этим мы, во-первых, не можем ожидать резких колебаний курса доллара, во-вторых, скорее всего, мы будем видеть устойчивый рост большинства американских индексов, и осенью, возможно, этот процесс усилится, а где-то в районе декабря, ноября и частично января будущего года вполне возможно такое мощное, красивое ралли на подъеме. Мы, по сути, по результатам уже экзит-пулов американских и результатов работы съездов республиканской демократической партии видим, как крепнут настроения такой некой преемственности с администрацией Обамы. И если мы увидим, что Трамп все-таки проигрывает это соревнование, то, скорее всего, прогноз по американским инструментам покупать, покупать и покупать. Спасибо за комментарии. Это был Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России и председатель наблюдательного совета компании MaxiMarkets.